Окей, меня зовут Нина Липинко, я аспирантка кафедры почвоведения и земельных профессиональных систем, геофак и БГУ. Не удивляйтесь, сама я гомельская, для меня очень приятно быть сегодня с вами и открывать курилку в родном городе. Аплодисменты. Яндекс-картами, яндекс-картами, побольше. Ну понятно, то есть актуальность лекции прослеживается. Современная картография это печатные карты, это способы создания электронных карт, это способы усовершенствования координатных определений, это все что угодно. Это картографические модели, это ПО. И моя задача немножечко просто просветить в этой области. Что такое картография в общем? Раньше картография, по сути, была инструментом человека для того, чтобы он лучше познавал окружающих мир. То есть, как понятно, шаманы знали только свое племя и территорию, где находилось их селение. Корейцы 15 века думали, что весь мир это их полуостров и, в общем-то, океан это Средиземное море. Современная картография нам позволяет охватить весь земной шарик и она базируется на четырех китах. Геодезия, картография, дистанционные методы, они же спутниковые методы и генформационные системы. Геодезия позволяет нам получать карты локальных территорий, нашего двора, нашего участка и создавать такие планы масштаба, скажем, в одном сантиметре на карте 5 метров. И даже, может быть, подробнее. Картография, в принципе, занимается скорее большим усовершенствованием визуализации изображения. От тематических карт до способов построения онлайновых карт, чтобы они были ярче, чтобы они проще читались. То есть, и от психологии восприятия до каких-то технических подробностей. Методы дистанционного зондирования позволяют нам получать более глобальные карты на основе спутниковых снимков. Для примера, у меня здесь наш белорусский спутник БКА, белорусский космический оператор, не путать с белкой, которая упала в 2011 году и так и не вышла на орбиту. Разрешение его 2 метра в панхроме, это черно-белое изображение, более точное, на 1 сантиметр изображение снимка. И мультиспектральное, хоть и более яркое, но, к сожалению, похуже решение. Чтобы не вводить в заблуждение широкой аудитории, очень много энтузиазма было в печати по поводу запуска нашего белорусского спутника. Однако же снимки с него, ну, они позволят обновить нам топографическую карту, какую-нибудь такую меленькую масштаба, там в 1 сантиметре 2 километра. Однако большей частью могут быть использованы в предохранных целях. Чтобы обновлять топографические карты, которые в основном создаются геодрическими методами, используются суббосантиметровые снимки, получаемые компаниями, в том числе Digital Globe, как на рисунке. Например, снимки с разрешением 30 сантиметров на пиксель, они могут вплоть до видов растений на болотах получить карты, помочь. Ну, собственно, информационные системы — это прежде всего софт, это ПО, которые позволяют как модели получать картографические, которые полезны в первую очередь ученым, так и просто тематические карты для печати. Теперь немножечко о картографии в Беларуси. У нас тоже получилось таких 4 кита в этой области. О них я расскажу дальше. Белокартография, знакомая нам еще со школы, может быть, все пользовались контурными картами. Так вот, это замечательное предприятие, ориентированное, к сожалению, в основном на школу. То есть они создают исключительно печатные карты без каких-то других целей использования. Это карты районов, карты Минска, это атласы. У них самые, наверное, такие большие достижения за последние годы. Это атлас учителя, он вышел в прошлом году. В принципе, всем рекомендую даже с ним ознакомиться, большая работа была проделана. Но это для узкого круга лес, как я поняла, который использует до сих пор печатные карты. Также есть еще издательства, кроме белокартографии, которые выпускают карты преимущественно туристской тематики. На данной картинке карты белорусского художника, картографа Рубена Атаяна. Он занимается в основном панорамами городов. Раньше он рисовал их от руки. Сейчас, в настоящее время, его дочь, моя однокурсница по аспирантуре, она разрабатывает 3D-методы создания карт. Ну и, как я понимаю, электронные атласы тоже видели избранные, поскольку они продаются в основном на дисках, либо покупаются за денежку. Доступа широкого к ним в аудитории нет. Биогеодезия занимается точными координатными определениями. Это создание опорно-гидрической сети, которая позволяет нам также получать более точные координаты и усовершенствовать просто методы получения карт. И цифровые топоррические карты, чтобы все понимали. Топоррические карты – это карты масштабом до в одном сантиметре 2 километра, то есть не мельче, то есть уже масштабом, допустим, в одном сантиметре 5 километров, это будут не топоррические карты, это среднемасштабные карты. Как они создают карты, собственно, в Биогеодезии? Большая часть предприятия закупает снимки, несколько отделов сидят и просто цифруют их в кабинетах. Если возникают какие-то сложности, они выезжают в поле с тем же снимком, они просто на месте, правят печатную какую-то основу, правят снимок. Ну и уже, если что-то совсем глобальное, они производят гидрическую съемку. Ну и как бы о топокартах ранее, еще в советские годы, топокарты рисовались вручную, печатались с помощью печатных отисков и негативов. Сейчас же, вот как я уже рассказала, это делается при помощи цифрования космоснимков. То есть, как на примере, это исходный снимок, информатический, поскольку информатические снимки, они, как правило, более точные все-таки, нежели цветные мультиспектральные. Фрагмент старой топографической карты, даже скорее плана, там масштаба 1,50000. И полученная новая карта уже при помощи всех манипуляций, которые я описала. Вот. Работает Белгеодезия в основном в ПО «Панорама» российского производства. Ни на какое другое ПО они переключаться не хотят. Ну, это вопросы политики, наверное, которых я не буду касаться в моей лекции. И что еще хотелось сказать. Все карты, создаваемые Белгеодезией, создаваемые на постсоветском пространстве, в принципе, они разносятся на трапеции. Ну, вот на территории Беларуси, насколько я понимаю, трапеции масштаба 1 миллионная, штук 16, не больше. И чем меньше масштаб, тем большее количество, точнее, чем крупнее масштаб, извините, тем большее количество карт трапеции получается. Ну, вот так выглядит стандартная топорическая карта. Новая у туристов всегда, даже вот уже там с начала распада Союза, актуальный вопрос. Где достать карты? Где достать новые топорические карты? В сети входят старые еще карты, там, может быть, рассекреченные где-нибудь там в Вильнюсе, не у нас, потому что у нас до сих пор это еще сложный вопрос с рассекречением, даже топокарт. Годов, наверное, так, восьмидесятых. Так, последние топорические карты в Беларуси, самые актуальные, были созданы в 2010-х годах, по-моему, в 2011 год, точнее. Они покупаются предприятиями за денежку, вы можете обратиться в ту же Белгиодезию, если вам нужна какая-то топокарта района или там своего двора, они вам это продадут. Единственное, чтобы вы знали, они разгрузят то по основам, то есть на ней никаких специальных военных объектов не будет, поэтому не надейтесь получить сверхъекретную информацию просто так. Ну и в принципе, что касается картографии, для отечественной картографии всегда ударом была секретность топокарт. Подходы к секретности и к открытию доступа к картам менялись волнообразно в течение, там, всеуществования Советского Союза. В конце 20-х топокарты рассекретили, их мог купить каждый гражданин. Все современные достижения науки на тот момент были к вашим услугам. В конце 30-х опять все рассекретили, были произведены репрессии, там, изымались из продажи некоторые атласы. И как-то такой яркий пример негативного влияния такой тенденции. Все знакомы с творчеством Высоцкого, у него есть песня «Мерцалый закат, как блеск линка». Она у немецком отряде «Эдельвейс», который в 1942 году, в начале 1942 года взял Эльбрус. Здесь вопрос даже не в том, что немецкие военные были более подготовлены в плане техническом, там, они были лучше одеты. На самом деле нет, у них были прекрасные топокарты, общеизвестные факты. В конце 30-х немецкие отряды альпинистов очень хорошо изучали Эльбрус, окрестности Эльбруссия и картографировали эту территорию. И взятие Эльбруса в 1942 году было такое, скажем, идеологическое выступление немцев, что мы взяли высшую точку Европы, мы пойдем дальше. И, в принципе, уже даже после окончания войны улучшилась альпинистская подготовка и у советских альпинистов, поскольку поняли советские граждане, что эти территории важны, и надо как-то развиваться в этом отношении. Тем не менее, до конца существования Советского Союза вопрос о раскрытии доступа к картам был больным, и некоторые даже кандидатские диссертации по техническим дисциплинам, по географическим, они были направлены на специальные искажения карт. Если кто-то в курсе и работал с землеустройством, в 1963 году была создана система координат, которая специально вводила в заблуждение даже простых советских жителей. То есть она, в первую очередь, да, она использовалась в заблуждении устройствами, но на некоторых кусках эллипса эти искажения не позволяли получать координаты военных объектов. Кстати, эта система координат используется до сих пор, поэтому можете об этом почитать. Что касается современной картографии и вот тех онлайн-сервисов картографическими, которыми вы пользуетесь, вы должны понимать одно. Поэтому Google дает свои карты в общий доступ, однако это не потому, что он такой щедрый и потому, что ему хочется следить за общим развитием. На самом деле ему это просто выгодно. По сути, если вы планируете свой маршрут по Google картам, отследить ваше перемещение проще простого при помощи современного софта. И опять же составить ваш маршрут, чтобы он прошел там возле какой-нибудь кофейни Starbucks, которая заплатила Google за рекламу, ничего проще нет на самом деле для Google. Поэтому пользуйтесь, но имейте в виду, что не все это бесплатно всегда, и возможно доступ к картам потом обрежется, и всем будет плохо. Однако альтернатива современного мира и, в принципе, большая часть лекции, больше внимания я хотела обратить на свободные карты. Это, в первую очередь, проект OSM, онлайн-картографический проект. Каждый может зайти и, почитав некоторые инструкции, в том числе на русском языке, нанести даже подъезд своего дома на карту, нет проблем. Пару лет назад в Англии было движение по развитию OSM. Даже у них был такой хороший рекламный лозунг. Насколько быстро доедет до вас скорая помощь до вашего дома и до вашего заболевшего родного человека, зависит только от вас. Если ваш дом раньше появится на карте и подробности местности, то в первую очередь это вам выгодно. Но даже не в таких простых примерах в науке оно используется тоже очень хорошо, как подложка, в первую очередь. Но на примере таком простом, любимая студентами геофака БГУ, лечебная станция «Западная Березина», представлена на гугл-картах просто точечкой. На картах Яндексов ее вообще не существует. Но вот однако на карте OSM появилась такая замечательная карта, в том числе «Западные Березины», где есть водоем первой жены Клибановича. Если кто не в курсе, это наш замечательный любимый декан. Водоем второй жены Клибановича. Я думаю, он безмерно счастлив. Столовая называется, как я вижу, запусочная у Закеевны. Есть у нас такая преподавательница Факеевым. Ну и так далее. Волейбольный клуб Новик Колопуха. Я думаю, что они будут рады своему картографированию, точнее, топонимам своего имени на данных картах. Картографировать и редактировать OSM позволяет в первую очередь свободный софт. Это, как я уже говорила, ГИС-программы, где, в принципе, можно подгрузить растровую подложку и загрузив с того же OSM с сайта шивку данных на свою местность, создать какую-то свою тематическую карту, либо просто отправить существующую. Очень много порталов открытых данных существует, кроме OSM. Для Беларуси это Open Data Byte. Там, в принципе, не только картографические данные, это и просто статистика, которую вы можете использовать как угодно, даже не в картографии. Maps.me, оно регулирует в основном просто шивки данных из OSM, и там более удобные интерфейсы для скачивания. Ну и, в принципе, форум ГИС-флаб-инфо, ссылочка на него была, вот, ГИС-флаб-инфо, он очень хороший помощник для тех, кто собирается картографировать сам. То есть форумы довольно открытые, дружественные для каких-то вопросов, поэтому если у вас есть желание создать какую-то свою карту, обращайтесь, регистрируйтесь, вам никогда не откажут в помощи. Далее. Есть еще такой картографический ресурс, как геопорталы. Его особенность и отличие от других ресурсов, типа Google Card, это просто тематические подложки разных видов. Например, наш геопортал земельно-информационной системы, он, в принципе, как? Есть его открытая версия, но он доступен в основном для интересов землепользования. То есть если вы хотите нанести свой участок или открыть какой-то свой бизнес на определенном земельном участке, то, соответственно, вам сюда, и более точной информации у ваших соседей вы нигде не получите. Геопортал Тюменской области, для примера, наоборот. Он более масштабный, более открытый. То есть, например, схема обращения с отходами, все свалки вы там найдете. Качество дорог, нанесенное самими жителями, также вы там найдете. Ну, охота, рыбалка, это все понятно. У нас такого рода из проектов похожих. Я могу привести зеленую карту Беларуси, но она в большей мере тоже экологического содержания. Это отходы, это свалки. Проект, так честно сказать, он финансируется каким-то европейским грантом, но, однако, вам ничто не мешает принять участие в нем, собственно, как и пользоваться этими данными. Вот. Если вы хотите заморочиться и сделать свой собственный глобус, вам тоже ничего не мешает. А также есть специальный софт программы, которой я пользовалась. Она также прописана на слайде. Такая краткая предыстория данного глобуса. Мой друг живет в Минском районе Сухарева и является большим поклонником Героев Третьих. Соответственно, мы с другом его еще одним заморочились, взяли подложку карты на Сухарева, разместили, собственно, все любимые сердцу данного товарища объекты на карте из Героев. Примерно это сопоставили в координатах. В программе сделали разверстку и получился вот такой вот глобус в незаконченном виде на вашем слайде. Но это, конечно, не самый, может быть, полезный пример использования картографии. Другу было приятно, во всяком случае. Более, более такие, наверное, заинтересованные пользователи составляют все что угодно. Это карты цен на недвижимость в пределе города Саратова. Понятно, что бралась какая-то подборка в Excel статистическая и методом тех же типовых карт на основе любого ПО делалась такая выборка. Карта, тот инструмент инфографики. Окей, пожалуйста, это тоже имеет место. Такую карту вы сами можете составить. Такая же карта, в принципе, есть на Гомеле. Где-то года два назад Товариство Белорусской Мовы ее делало, уже основываясь на каких-то своих убеждениях. Криминальная карта Москвы. Ну, что я могу сказать? Еще один пример хороший, такой позитивный, использование картографии. Ну, и, наверное, все-таки первая основа картографии – это использование ее при изучении географии. Вот на сайте одного из числей географии подборка ссылок на любые интерактивные карты. Он прекрасно обновляет этот сайт. Ну, и я пожелаю, наверное, всем числям географии обучать детей современно, потому что если в большей части населения стойкая ненависть к контрным картам, то дальше в изучении географии, я думаю, они не продвинутся. Ну, может быть, конечно, будут использовать Google карты. Спасибо за внимание.